У меня тут такое дело. У нас у Андрея умерла мама. Свекровь. Уже по лагерям звонят. Звонят, ну что, на следующее воскресенье они не придут. Я скажу, не надо. Во-первых, свидетельство. Мы людям что-то даем. Сейчас есть, что возьмем, какие-то книжечки. И с тех, которые приходят, мы принимаем очень мало. И так работает, что дай нам, Господи, хороших, как ангелы. Я не ангел. И таких просить не могу. Какие есть? А ребенок, если он скажет, что он верующий, я попытаю его, если он действительно верующий. А не верующий не возьмем. В прошлом году одного привезли, а на руках какие-то как цыпки. А что это? Да это он на улице была, бочка. Так, убрать это дело и придите на следующее воскресенье. Путевку выдали. Их нету. Их нету. А другие привели. Ну, знаете, Захарий был. Ребенок сирота. За ним ходят. Подсунули однажды такую девчонку. Ну, два года он подряд у нас был. Где он это услышит? Он знает только свое сиротское, что есть. А другая девчонка, она уже все, говорится, огни и воды прошла. Пришлось от нее отказаться, везти. А в это время дома никого нету. Из дороги привезли. Она сколько плакала, вернулась. Она за каждого парня цепляется. В конце концов, все-таки, мы ее отправили. Ну, что есть. Это не невесту искать. Один сезон. Тем более, мы договоримся, не так, значит, мы отправляем его домой, и через неделю его там не будет. У нас были разные люди. Приехал с отцом Михаилом, Курочкиным, брата, их тихий брат, и привел одного парня. В лагерь привез. Да он хороший, он в алтаре прислуживает, то другое. Я вот в лагерь привел материться. Материться. Я привел к нему обратно. Ты кого привез-то к нам? Да такой дерзкий пацан. Ему, да большой уже, лет, наверное, 11 ему, 12 было там. Мы сразу завернули оглобли и назад. А другого привезли у нас ребенок, вот такой, он не расторможенный, вот такой он сидит. А что случилось? Да отец мать убил на его глазах. Ты в его историю войди сначала. И он у нас живет, он не разговаривает, ничего, ни с кем-то. Но прошло половина лета, этот парнишка до того хороший, он стал разговаривать, стал смеяться, бегать, у него началась новая жизнь. А у другого, муж убил ее, он в люльке лежал трое суток. Никого нету, никто не знал. Потому что выкопали картошку, он картошку пропивать начал. Она подошла и сказала, нам же на зиму картошку надо. Он тут же при собутыльниках зарезал ее. Мы даже не представляем, в какой обстановке другие люди живут. Я скажу, а мне такого ребенка не надо. Да может именно я на его пути и должен встать. Помочь ему. Обрести, как говорят, себя. Вы не против этого? Нет, это неправильное рассуждение. Игнатий Тихонович, я не против того, и считаю, что большинство не против того, чтобы взять детей, чтобы их воспитать. Все. Но дело в том, что один воспитатель ничего не делает. Будешь воспитатели? Не будет. Откуда ты знаешь? Я говорю, чтобы были воспитатели, чтобы были на кухне. Потому что 12 человек, уже нужно минимум 2 воспитателя, и минимум 2 на кухне. Молитесь об этом. У меня нету их. Москва пишет. У нас народ хороший. Вы дайте нам руководителей таких мужиков, башковитых. А Роберт Рождественский отвечает, у нас на полочках не лежат башковитые мужики. Вы среди себя поищите маленько, посмотрите. Да у нас вся пьянь. Ну мало что пьянь-то. Ну поищите, может быть, и есть не пьянь. Мужи с государственным мышлением. У меня нет воспитателей. Ну а тогда и детей надо не брать. А зачем их уродовать? Так не работают. А как там? Снять детей и ничего не дать. Еще раз говорю. Алифтина не могла достать ни одного Евангелия. Вот оно, на последнее уже вы в руках держите. Вот оно. Даже не думали, это уже на еле привезли. А я бы еще говорил, да я не знал. Я молюсь только. Все пошло как... Даже не думали как. А теперь нам сообщают, нужно доехать, да слишком далеко. И там Евангелие подготовлено для нас. Евангелие ни хода, ни беда, около 10 тысяч. Слава Христу. И другого момента, может быть, не быть, чтобы забрать. Она, девчина вон какая. Ты всех обзвони вначале и реши. Да, и поговори. Хочу счастья здесь, людей держать. Нечего об этом говорить. Пойдут. Они дома себе не хотят. Так, вопросы ко мне. Попрошу всех. Попрошу всех абсолютно. Через две недели у меня День Ангел. Он не попадал на воскресенье. И всегда когда-то другие дни. Ну и я один тут. А тут вы будете. Мне немногие лета нужны пения. Мне вы нужны. Ваше внутреннее состояние, которое поможет мне стать, быть может, другим. Чтобы мне высказали все в глаза, пока я не умер. Когда я умру, ваши разговоры не будут иметь той силы, пользы, как сейчас скажете. Потому что сейчас я могу засыпиться и исправиться. А тогда, кроме того, распространения греха по покойнику ничего не будет. Найдите. Что сказать? Мне не нужны от вас дифирамбы. Мне, аллилуйщики, не нужны. А нужны настоящие друзья. Которые могли бы стать рядом. Выйти впереди меня. Я любого пропущу вперед себя. Чтобы этот день для меня был памятный. Для меня памятный тем, что я в этот день отрезаю книги бесплатно, больше ни один не возьмет. У меня пока другим он ничем не значится. Хотя с этим днем у меня слишком много связано. Подумайте. Я однажды, выходя из храма, я на улице сказал, знаете что, у нас занятия будут. Приготовьте тему. И тема такая, почему я такой вредный. Это у меня здесь в книгах напечатано. Почему я такой вредный. И ко мне первый подошел Глушков. Так а как я про тебя все могу узнать? Я говорю, а почему про меня? Ну ты сказал, почему я? Нет, ты напиши, почему я такой вредный. Ты про себя говоришь, так это я вредный, ну да, аааа. То есть он не будет тогда эту тему составлять. Он понял, что про меня надо расследовать. Он наймет адвоката. Они мне про бабушки дойдут. Где моя там воевала, на каком фронте. И теперь он скажет, почему я такой вредный. Я. Я об этом написал. Почему я такой вредный. Я действительно вредный. Я соглашаюсь с этим. Но и для кого? Я несносный. Для кого? Бывает человек, не нравится слово зануда. Я с удовольствием принимаю. Говорят, законник. Я принимаю. Это мои слова. Это моя биография. Я и зануда, и мелочный человек. И что угодно. Значит, подготовить через две недели, хотя бы небольшие выступления, так минут по пять. Которые дадут мне добрый совет. Серьезное обличение, не мелочное. Чтобы мне исправиться. Я готовлюсь к отходу к моему Господу. Каждый день прошу Господи. Ангел хранитель, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Добрый мой ангел, проведи душу мою по мытарствам. Я православно верю в это. И доведи ее до вечного царства Христа. И доведи ее навеки в него. Это ежедневная моя молитва. Я очень люблю моего Господа. И для него это все делаю. И вот такие наказы дают. Вам тоже и на каждом шагу дадут. Люди, я вам что-то поздравляю. Долгие лета. Долгих лет мне можно не просить. Я свой срок и жил. Лет человеческих 70 лет. Но нынче мне охота закончить благовестие до октября. Может раньше. Это я просто хочу. Хотя бы до октября. Все понятно? Давай, Надюшка. Насте можно слово дать? Она хотела сказать. Насте слово дайте. Давайте. Бери слово. Поднимешь его? Да. Ну, в общем, короче говоря, я уже начала говорить. У Андрея умерла мать. Свекровка. Ну, там абсолютно неверующая была. Елена Васильевна. Там родственники неверующие были. Ну, короче говоря, сейчас такая ситуация. Они из-за этой квартиры. Мне уже звонили. Ты эту квартиру хочешь? Да приезжай и жили. Я говорю. У меня там части нет. Я туда не вмешиваюсь. Это ваше дело. Вы решайте сами. Сейчас позвонила сестра Андрею. В пятницу. Вот отец напился. Вот он меня грозит зарезать. Из-за этой квартиры выгоняет. Опять точно опять эта квартира. Андрей туда поехал. И я не могу туда не дозвониться. Ни к ним, ни к ней, ничего. И тишина мёртвая сейчас. Хоть бы живой. Вот пусть он, говорит, поживёт маленько. Мне его, говорю, сюда надо приезжать. Пусть приезжает. Он мне нужен. Пусть он там поживёт. А то, говорит, вот сюда попьёт. Вот я его в понедельник поведу, закодирую. Господи, там очень, короче говоря, очень страшно. И Андрей туда сейчас пошёл. Я ему смс-ка пишу. Не пей, молись. Не пей, молись. Там страшно. Ответа нет. Ничего, никакого ответа нет. А квартира приватизирована? Как в воду. Приватизирована. И там входит он, да? Андрей входит, но я ни подробностей, ничего не знаю. Потому что мне, как мы не успели пожениться, сказали, что ты вот для того замуж вышла, что хочешь эту квартиру завоять. Всё, я туда не пошла. Я не вмешиваюсь. Как-то вот молятся, чтобы они за эту квартиру, чтобы никто не друг к дружку уходил. Ничего, чтобы не случилось. Чтобы как-то удобно. Вы сидят, быстрее квартиру освободиться. Уже не в квартире молятся, а смерти, которая в квартире. Чтобы эта смерть не поразила их. Да. Я понял, да? Кроме того, когда Андрей был в Потеряевке, они его оттуда выдрали. Мать, ты приезжай сюда, я больная, квартира тебе. Я не знаю, вошло, завещание какое от матери было? Ничего не знаю. Ну вот, однако тогда было так, что они ему обещали, и он выехал. Да, твоя ещё свадьба с ним. Ну ещё, мы молимся об Андрее, каждый день мы молимся. А уж как Бог посмотрит на это дело. Но он сам должен двигаться. Да. Так, ты готовь своих ребятишек. 12-го, если ребятишек будет мало, я повторяю, то идут молочники, едут сюда в Потеряевский. Я договорюсь с ними, и с ними ребятишек отправите. Если будет ребятишек больше, я иду в городскую администрацию. Мне каждый год городская администрация, ну, иногда МВД края помогала, машину. А машина-то у нас зачем? Машину в газете. Ну, своя же теперь машина есть. Что машина? Ну, своя машина. Ну, своя машина. Ну, какая машина-то там? Да, возьми грузовая, грузовая машина. Свои, да что смертится? А кто везёт? Ну, два-то человека каких-то. Больше что будет? Я не знаю, что там. Как? Машину надо увезти отсюда. Это договоримся, Николаевич. И продукты, Игнатий Тихонович, будут же и продукты. Мы всё равно что-то купим, сюда же привезём. Никак. Я везу так, как не. Это везли на другой машине. Зачем тогда машину? Я должен собрать. Я пойду на вас. Пойдите на сколько? Вы в город пойдёте, они к нам пришлют проверяющих каких-нибудь. Хорошо. Хорошо, подумаем. Зачем нам такие они привезут? Вопросы? Настя. Готов, ребятишек? Готовлю. Чтобы всё было как положено. Ты сама знаешь, что есть. Путёвка есть на руках? Есть. Есть. Простыни, платочки, пришей везде, карманы себе пришей. Я им пришиваю, у меня снимок есть, и ей там сзади разрезано, зашиваю. Видела, там нитка вот такая тянется. Ну, по-мужски вот такой ниткой зашиваю ей юбку. Блин вставляю ей, я шиву сам. Ещё не больше. Песнопение и занятия. Оставайтесь, песнопение и занятия. Благодаря. 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 Достойно есть никакого истину, блажите Тя Богородицу, пресно блаженую и пренеборочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серафим, без истинения Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, прости, в чём погрешили мы здесь. Будь милостив к нам. Ты сам путеводи нас Духом Твоим Святым. Помоги нам по лагерю, благовестиям, пошли всё необходимое, тружеников, ревностных, желающих прославить Твое Святое Имя. Только Ты знаешь, что нас ожидает в будущем. Управь нас в путь к небу, чтобы мы были в вечности все с Тобою. Хвала Тебе, наш Господь, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних распред беззакония, которые втайне, а останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покариваются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. По словам.